Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Никита Уваров, и моя работа посвящена оптимальному алгоритму для восстановления динамических графических моделей. Какая рассматривается задача? У нас есть некоторое вероятностное распределение, которое задано на графе. Мы наблюдаем объекты из этого вероятностного распределения и ставим задачу восстановления параметров распределения. Распределение — это распределение изинга. В такой задаче есть два режима наблюдения. Один режим — это когда наблюдаемые наши объекты распределения независимы, а другой режим — это когда мы наблюдаем последовательность конфигураций. Например, тут есть связь с теоретической физикой, мы наблюдаем последовательность спиновых конфигураций, и в результате объекты выборки коррелированы. Вот для статической задачи известен оптимальный алгоритм, а для динамической задачи исследования только-только проводятся, и целью моей работы является адаптировать статический алгоритм, оптимальность которого доказана на случае динамических наблюдений. Литература — сама задача поставлена еще в 1963 году, там описано распределение изинга, а также модель, которая позволяет генерировать конфигурации в динамическом режиме, так называемая динамика глабора. Следующая статья — это алгоритм максимального правдоподобия для статической задачи. Еще одна статья — это статистический алгоритм для динамической задачи, который впервые получил теоретические оценки на число объектов выборки, которые необходимы для восстановления параметров модели. И, наконец, последние две статьи посвящены тому самому оптимальному алгоритму для статической задачи, который я буду адаптировать — алгоритму экранирования взаимодействий. Ну, распределение изинга — это вероятностное распределение на графе, параметрами которого являются ребра и так называемые интенсивности связей, то есть некоторые числа на ребрах. А, собственно, оно задает распределение спинов, то есть чисел плюс-минус единицы в вершинах графа. Ну, распределение — это физического смысла распределения большинства, некоторой энергии, которая зависит от интенсивности связей и спинов. Чтобы генерировать последовательные конфигурации спинов, которые в пределе могут давать данное вероятностное распределение, используется так называемая динамика глабура, которая задает, как нужно обновлять каждый шаг, один произвольный спин, с какой вероятностью необходимо его инвертировать, чтобы полученная таким образом последовательность конфигурации сходилась к распределению изинга. Таким образом, у нас есть, опять же, два режима. Мы можем генерировать распределение с независимыми объектами, тогда нам нужно делать много шагов динамики между помещением объекта в выборку. То есть мы сгенерировали объект, и дальше делаем несколько большого количества шагов, чтобы следующий объект можно было считать независимым от предыдущего. И так называемый M-режим, когда мы просто берем цельную траекторию обновлений с коррелированными объектами. Таким образом, на вход алгоритму подается последовательность состояний спинов графа, а также ограничение на интенсивности ребер, которые необходимы, чтобы он мог понять, что вообще получил какой-то ответ. И ставится задача восстановить на самом деле не связи, а только факт наличия ребер, поскольку на самом деле он… Если у вас большой граф, скорее всего в нем малое число ребер, и если вы сможете их локализовать, дальше уже задача значительно упростится. Поэтому мы интересуемся только самим фактом ненулевой интенсивности связи между вершинами. Понятно, что поскольку рассматривается вероятностное распределение, можно говорить о восстановлении графа только с некоторой вероятностью, поэтому критерием качества является минимальный размер выборки, который позволяет алгоритму восстановить граф с вероятностью, допустим, больше какой-то заданной P, допустим, 99%. А оптимальному алгоритму, понятно, называется алгоритм, который использует минимальное число объектов выборки. Принцип максимального правоподобия для задачи выписывается достаточно просто. Мы просто… Вот у нас есть наблюдаемая траектория, рассматривается динамическая задача. Мы перемножаем вероятности перехода из предыдущего состояния в следующее, и таким образом получаем величину, которая должна достигать максимума на истинных значениях интенсивности связей. Мы можем взять от нее логарифм и получить, собственно, оптимизируемый функционал, оптимизировать его методом градиентного спуска. Чтобы больше обосновать данный метод, можно заметить, что на самом деле в динамической задаче принцип максимального правоподобия эквивалентен применению того же самого принципа максимального правоподобия для статической задачи, но на несколько другом графе, на двудольном графе, который получается из исходного раздвоением вершин. И таким образом можно утверждать, что поскольку в статической задаче уже получено большое число результатов, которые доказывают, что метод максимального правоподобия хорошо на ней работает, можно утверждать, что он в динамической задаче будет работать достаточно хорошо. Ровно из таких же соображений, а именно из соображений эквивалентности динамической задачи и статической задачи на несколько измененном графе, можно предположить, что хорошего качества можно добиться использованием алгоритма экранирования взаимодействия, для которого вообще доказана оптимальная статическая задача. В данной работе мы обобщаем его на динамический случай. Это делается достаточно просто. Также вписывается функционал минимизируемый. Можно показать, что и функционал максимального правдоподобия, и функционал экранирования взаимодействий, они состоятельны, то есть в пределе, при бесконечно большой выборке, всегда сходятся к истинным значениям интенсивности. Дальше этот алгоритм будет называться на графиках IS. Таким образом, в вычислительном эксперименте ставится задача сравнения трех алгоритмов ML, IS и еще одного статистического, который описан в некоторой статье исчерпывающей, и про него получено множество теоретических результатов, но авторы не провели вычислительного эксперимента. Целью наших экспериментов было проверить сходимость, то есть при стремлении размера выборки к бесконечности в TAM-режимах. Исследовать оба функционала, ML и IS, на самом деле регуляризуются, чтобы можно было решать задачу восстановления именно графа, то есть восстанавливать какие связи нулевые, а какие нет. Применяется L1-регуляризация, которая известна, что обнуляет многие коэффициенты и таким образом позволяет нам решать нашу задачу. Вот необходимо было получить зависимость оптимального коэффициента регуляризации от размера графа и размера выборки, а также, собственно, построить зависимость необходимого размера выборки от размера графа и от максимальной интенсивности. Чем больше интенсивность, тем более вырождено состояние, тем больше они скатываются в потенциальные ямы, и поэтому тем сложнее алгоритмы восстановить связи. Во-первых, мы проверили сходимость, и действительно во всех режимах все алгоритмы сходятся при стремлении размера выборки к бесконечности. Дальше были найдены оптимальные коэффициенты регуляризации для двух алгоритмов для дальнейших исследований их производительности. А статистический алгоритм также был реализован, но оказалось, что несмотря на то, что для него хорошо получаются теоретические результаты, он практически неприменим. Требуемый им размер выборки в тысячу раз больше, чем требуемый размер выборки для наших других ML и IS. Но оказалось, что если кое-что в нем модифицировать, то он работает гораздо лучше, но этот результат идет без доказательств и требует дополнительных исследований. Вот основная зависимость, полученная в работе, это зависимость требуемого размера выборки от интенсивности связей для двух алгоритмов и двух режимов. В логарифмическом масштабе мы наблюдаем приблизительно линейную зависимость, то есть истинная зависимость экспоненциальная и это для динамического режима это не доказано, но это доказано для статического режима и в целом это означает, что, наверное, в динамическом режиме зависимость тоже экспоненциальная и можно уже проводить исследования по доказательству этого результата. Также видно, что предложенный нами алгоритм IS выигрывает, когда необходимый размер выборки достаточно велик. Ну, как выигрывает? Тут чем меньше размер, тем лучше. Вот он идет под ML, вот так, в некоторую константу раз. Та же самая зависимость оптимального размера выборки, но теперь от размера графа, построенную для разных графов решеток. Да, и стоит обратить внимание, что в M-режиме всегда требуется на много порядков меньше размер выборки. Ну, собственно, результаты кратко резюмированы на слайде. Спасибо за внимание.